Право как основа глобального равновесия Неконтролируемый поток мигрантов в нашу страну не столько ликвидирует проблему нехватки рабочей силы, сколько рождает серьезнейшие проблемы формирования внутри страны национальных анклавов, нарушения привычного российского уклада жизни, роста преступности Да, в абсолютных цифрах в прошлом году преступность мигрантов в России снизилась на 3%, но председатель Следственного комитета с тревогой говорит о том, что на фоне общего незначительного снижения серьезно растет уровень мигрантской преступности в отдельных сегментах, и это самые тревожные категории Тяжкие и особо тяжкие преступления Отмечается рост особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, плюс 32% Возрос удельный вес особо тяжких преступлений, до 26% В 2023 году заметно возросло количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности В сфере незаконного оборота наркотиков, плюс 27% Выросло и число преступлений экстремистского характера в мигрантской среде Неудивительно, что носителями экстремистских идей становятся люди, не имеющие высокой профессиональной квалификации А российский бизнес в основном возит в страну чернорабочих Люди, которые с легкостью бросают свою родину, отрываются от семьи и корней, тоже питательная почва для радикальных идей Они сюда приезжают не работать, а получать блага Российской Федерации Через вид на жительство, через получение гражданства Гражданство можно получить за три месяца С другой стороны, наши соотечественники, которые по разным причинам оказались за пределами Российской Федерации Годами, вот еще русскими, годами не могут получить гражданство Российской Федерации Глава Следственного комитета подчеркивает, что рост преступлений в мигрантской среде был бы невозможен без должностных преступлений со стороны сотрудников миграционных служб И с этим тоже борется Следственный комитет страны Только в текущем году к уголовной ответственности следователями Следственного комитета России было привлечено 77 должностных лиц, среди которых сотрудники миграционных подразделений ОВД Их деятельность – это мощный фактор внедрения миграционных нелегалов в суда и совершения преступлений Пример яркий – Петербург, о котором мы говорим, заводит много мигрантов Мы уголовные дела возбудили против начальника миграционного управления петербургской полиции Против его заместителя Они за год завезли, незаконно оформили миграционные документы для 100 тысяч незаконных мигрантов И заработали полтора миллиарда рублей Следственный комитет России не только расследует уголовные дела в отношении мигрантов Ведомство еще и решает задачи профилактики преступности Да, многие граждане бывших советских государств едут в России за медицинским обслуживанием, материнским капиталом, доступной ипотекой, другими мерами социальной поддержки Следственный комитет России напоминает новым гражданам, что паспорт Российской Федерации дает не только права, но и обязанности В частности, воинскую Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но нежелающих встать на воинский учет Поставили на учет и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции Следственный комитет эффективно борется с преступностью в мигрантской среде И все же это борьба с последствиями Причины этого должны устранить российские законодатели То, что миграционная политика в современной России далека от совершенства Замечают не только правоохранители, но и российские сенаторы Никакой миграционной политики как таковой в Российской Федерации, к сожалению, нет И поэтому, когда законодатель смотрит на эту ситуацию Мы должны реализовать тот или иной подход Ну, допустим, дефицит рабочих кадров Вот там Александр Иванович говорит про незаменимых специалистов Но мы не можем реализовать ни один из подходов Потому что миграционная политика и ее подходы не сформулированы Невозможно исходить из того, что залазите столько, сколько сможете Самое главное – изменить миграционную политику России Точно обосновать необходимость А может быть даже вообще сделать так, чтобы мы за счет внутренних ресурсов За счет внутренней миграции решали свои экономические, политические, национальные и другие проблемы Решать проблемы нехватки рабочей силы не за счет внешней, а за счет внутренней миграции Помочь нашим соотечественникам в переселении из регионов с избытком рабочей силы В те края, где рабочих рук не хватает В этом свое слово должны сказать законодатели В этой чувствительной сфере Следственный комитет проводит огромную стабилизирующую работу Чтобы окончательно победить хаос и анархию Нужны еще и усилия других государственных структур Участники дискуссии определили болевые точки и задачи Которые необходимо решать в ближайшее время Право действительно становится основой для глобального равновесия